Крупные наливные спелые гроздья винограда не пользуются спросом. В эти дни в столице проходит традиционная выставка продажа сладкой ягоды. Если год назад виноградари выстраивались в длинные вереницы, а вокруг столов переполненных ящиков толпились десятки покупателей, то в этом свою продукцию в Кишнев привезли лишь несколько фермеров. А все потому, что урожая немного, да и цены на виноград не оправдали ожиданий. На предыдущей ярмарке сельхозпроизводители выставляли свой товар до конца этой улицы, причем по обеим сторонам. Сегодня мы застали здесь лишь четырех торговцев. Продукции наполовину меньше, чем год назад. Да и покупатели – редкие гости ярмарки. Этот фермер говорит, что впервые видит такой пустой рынок. Да и торговли этой осенью не идет, пока удалось продать только 200 килограммов. Хотя виноградники наполнены спелыми гроздями. В сравнении с прошлым годом продаж меньше процентов на 50, а то и 60. Вы сами видите, что нас атаковала засуха. Нет ни одного покупателя. Потом появляются, но поначалу так. И цены в этом году немного выросли – от 6 лев за килограмм. Не особо есть из чего выбирать. Здесь дешевле, но немногие об этом знают. А вот у производителей бочек для вина торговля идет вовсю. Наш человек без вина не останется. Как всегда, найдет решение. Надеюсь, хорошее. Ярмарка открылась 15 августа. Но с тех пор торговая площадка пустует. Фермеры надеются, что покупатели придут за осенними сортами. На следующей неделе появятся осенние сорта винограда – каберне, савиньон. На оптовом рынке тоже пока без особых результатов. Покупателей нет, а виноград, скорее всего, уйдет на фабрике по 2 ле за килограмм. Не было дождей, качество плохое. Не продается даже по заниженным ценам. Люди не готовы тратить последние деньги на виноград. Ярмарка будет открыта до 1 ноября. Продолжение следует...